Организаторы Дней Китайской культуры и литературы – Брестская областная библиотека имени Горького, Союз писателей Беларуси, издательский дом «Звезда», Брестский государственный университет имени Пушкина, Институт Конфуция и Брестский государственный технический университет. Первая встреча в рамках форума была посвящена китайской поэзии. Всем известно, что Китай – это страна с богатой историей и интересной культурой, так же, как и Беларусь. И для нас важен культурный обмен. Сегодня в библиотеке представлено множество книг о китайской культуре и литературе. И это очень здорово, что каждый брещанин может прийти и почитать о нашем быте, истории и достижениях. В рамках открытия Дней Китайской культуры и литературы в областной библиотеке была презентована серия книг «Светлые знаки поэта Китая», выпущенная издательским домом «Звезда» во взаимодействии с коллегами из Поднебесной. На данный момент в серии вышло 9 книг, представляющих творчество китайских поэтов разных эпох, с 7 века по настоящее время. Ван Вэя, Дуфу, Ай Цин, Либо, Лихэй и других. Сегодня в рамках открытия Дней Китайской культуры состоится презентация книжной серии «Светлые знаки поэта Китая», серии китайской поэзии в переводе на белорусский язык. Изюминкой этой встречи станет чтение стихов китайских поэтов в переводе на белорусский язык в исполнении молодежи, ребят, студентов Брестского государственного технического университета, представителей Китайской народной республики. В свою очередь, друзья с Востока также знакомятся с творчеством белорусских поэтов. И такой культурный обмен – только начало длительного сотрудничества. Но при конце, правда, 22-го, а не 23-го года у Китая вышла такая книга, тут только один из вариантов написания, избранные произведения современных белорусских писателей. А так это книга 9 белорусских авторов на китайской мое. Перекладчиками выступили выкладчики, магистранты, аспиранты другого университета замежных мол, другого пекинского университета замежных мол. Долго вельми шла працан над этой книгой, она отримала распаусюджу не в самем университете, и вовле у китайской просторы, сирот молодцы. Мы видим, что было некольких презентаций этих книг, а летость она презентовалась на юбилейной 30-й Минской международной выставке «Кермаши». Дни китайской культуры и литературы в Бресте пройдут с 6 по 14 марта. В программе предусмотрена выставка «Беларусь-Китай. Открытость. Гармония. Мир». Встречи со студентами и преподавателями, также уроки каллиграфии. Василий Набускевич, Дмитрий Литвинюк, Юрий Лимонтович, Новости Бреста.